Пишите больше, пишите лучше, говорят авторам на Яндекс.Зене. Потом какие-то авторы книг учат, какие-то дают советы, чтобы авторы писали еще лучше. Но в результате что получается? В результате многие авторы жалуются на то, что они пишут длинные, интересные, научные, околонаучные статьи. Тратят на них много сил. И что? А эти статьи никто не читает. Зато короткие материалы, которые довольно просты в своем написании, и на которые автор потратил совсем немного времени, то есть написал тяп-ляп, не ожидая, что статья выстрелит, получают большие охваты, большой читательский отклик. И может казаться, что это просто совпадение. Ну то есть вот так вот совпало. Бам, и все. И статья случайно стала крутиться. Но нет, это не совпадение, а скорее закономерность. Сегодня об этом и поговорим. Почему материалы, на которые тратится много сил, времени и энергии, никак не крутятся на площадках, пусть даже не на Яндекс.Зен, а вообще на любой площадке в интернете, а материалы, которые сделаны на коленке, очень часто не обделены зрительским вниманием. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. А подойдем мы к этому вопросу с научной точки зрения. Я не зря в самом начале ролика упомянул о книгах. Дело в том, что чтение книг, а книги, как вы понимаете, это такой серьезный материал, на который нужно потратить много времени, и который нужно читать внимательно, с расстановкой и толком. Так вот, чтение книг с точки зрения нашего мозга очень сильно отличается от чтения тех же веб-страниц в интернете. Наверное, ни для кого не секрет, что когда мы занимаемся какой-то деятельностью, активизируются определенные зоны мозга. Так вот, исследования показали, что когда мы читаем книги, в нашем мозге активизируются зоны, связанные с языком, памятью и визуальной обработкой. Зато в префронтальных зонах, которые отвечают за решение проблем и принятие решений, все остается тихо и спокойно, активность там очень незначительная. Так вот, это когда мы читаем книги. Как только мы начинаем читать интернет-страницы, все в корне меняется. То есть, становится наоборот. Мы больше не задействуем те зоны, которые отвечают за язык, визуальные образы, память, а наоборот, активизируем те области, которые занимаются решением проблем и принятием решений. То есть, когда вы смотрите интернет-страницы, вы, по сути, не вчитываетесь, вы решаете какие-то проблемы, вы принимаете решения. Почему так происходит? Потому что веб-страницы так и сконструированы. То есть, там очень много гиперссылок, там очень много материала, вам нужно выбирать, вам нужно что-то делать. Когда вы читаете книгу, вам ничего не нужно делать. Вот, страница за страницей, перелистываете одну, другую, то есть, вариации выбора никакой. В интернете все не так. В интернете от вас требуются активные действия. Хорошо это или плохо, мы сейчас об этом поговорим, но нас это интересует немного с другой точки зрения. С точки зрения автора. Как нам так писать статьи, чтобы люди их читали и оставались на страницах наших? По сути, то, что я сейчас обозначил, называется веб-серфинг. Он чем-то полезен для старых людей, то есть, он сродни тому, как разгадываются кроссворды. Принятие решений, обдумывание. И в каком-то плане, по некоторым исследованиям, он позволяет старым людям сохранить ясность ума. Но нас это не особо интересует. В нашем мозге есть долгосрочная память, а есть рабочая память. Рабочая память способна удерживать, ну, где-то 5-7 элементов одновременно. Так вот, после этого она передает некоторые элементы из рабочей памяти в долгосрочную память. И когда мы читаем книги, то информация постепенно, потихоньку обрабатывается и передается. Обрабатывается и передается. В интернете все не так. Перед нами куча элементов. Число, значительно превосходящее то число, которое может удерживать эта рабочая память. И вот этот вот, условно говоря, проводник, который передает информацию из рабочей памяти в долгосрочную память, он быстро забивается. То есть большое число информации происходит перегрузка, и мы уже не можем отличить значимую информацию от незначимой информации. То есть мы просто в интернете не можем обдуманно читать длинные тексты. И чем дольше мы находимся в интернете, тем больше страдает наша способность к обучению, способность к запоминанию информации, способность отличать важное от неважного. То есть мы просто начинаем бродить, серфить, перескакивать с одного источника на другой, не вчитываться ни во что. Наше понимание прочитанного становится неглубоким. Причем наш мозг еще и так устроен, что старается отвлекаться на разные появляющиеся факторы. То есть какой-то баннер, какое-то окно, какая-то гиперссылка. То есть мозг перегружен и без того, а тут еще новые факторы появляются, и мы щелкаем по этим ссылкам, переходим на новые окна, в результате перегружаем свой мозг еще больше и не можем ни на чем сконцентрироваться. Исследования 1989 года показали, что читатели гипертекста в какой-то момент просто бесцельно начинают блуждать по этим самым гиперссылкам, переходя с одной страницы на другую, не особо ознакомливаясь с информацией, которая там размещена. А затем еще одно исследование, проведенное в 1990 году, показало, что читатели гипертекста особо-то и вспомнить не могут, что они там читали, а что не читали. Это как раз связано с тем, что на мозг ложится огромная нагрузка, перегружает этот мозг, и он не способен воспринимать информацию. Как бы те, кто защищал интернет, и те, кто считает, что мозг постоянно развивается, он, несомненно, развивается, но тем не менее, люди уверяли, что со временем мозг адаптируется. Прошло уже очень много времени, ничего пока что не изменилось. То есть перегрузка негативно влияет на наш мозг. По сути, работая в сети, наш мозг выполняет такую функцию многозадачности. Постоянно отвлекается то на одно, то на другое. Постоянно проверить почту, постоянно посмотреть сообщения, постоянно щелкать по каким-то гиперссылкам, переходить по рекламе. Все это многозадачность. Кстати, некоторые исследования показывают, что постоянная проверка сообщений, то есть не пришло ли вам что-то новенькое, вызывает повышенный уровень стресса. Так что будьте осторожны. Так вот, наши ментальные ресурсы тратятся именно на это. Когда мы с одной задачей переключаемся на другую, наш мозг вынужден в это время переориентироваться. И на это тратится, опять же, ресурс. Одни немецкие исследования и вовсе показали, что среднее время просмотра веб-страниц составляет, ну, где-то 10 секунд. А менее одной страницы из 10 приковывает внимание смотрящего более чем на 2 минуты. Ну, то есть, так себе результаты. Если интересно почитать об этом более подробно, поищите исследование Нильсона 1997 года. Там он интересный вывод, кстати, делает. То есть, на вопрос, который поставлен перед исследователем, как пользователи читают интернет-страницы, он отвечает, никак не читают. Чтобы это доказать, в 2008 году израильская компания Clicktail провела исследование в сети. Собирались данные миллионов пользователей, которые посещали ее сайты. И выяснилось, что в среднем пользователи тратят на изучение страниц 19-27 секунд. Вот такой вот небольшой промежуток. Еще одно интересное исследование было произведено в 2008 году. Проводилось оно учеными Университетского колледжа Лондона. Ученые изучали логи сайтов, которые предоставляли своим посетителям доступ к журнальным статьям, книгам, исследованиям, в общем, разной интересной информации. И когда проанализировали поведение пользователей, то выяснилось, что все они бегали, так сказать, по верхам. То есть поверхностно изучали информацию, не читали ее в привычном смысле, никогда не возвращались на то, что уже как бы якобы прочитали. А если читали, то не более одной-двух страниц. После этого перескакивали на следующий сайт. То есть, грубо говоря, люди просматривали текст в надежде быстро уловить его суть, но никогда не читая его подробно. И в этом и заключается особенность интернет-чтения. Ну, а ряд других исследований показал, что увеличение объема текста на веб-странице не сильно-то добавляет время, которое проводит посетитель на этой странице. То есть вы увеличиваете объем, а пользователь-то не сильно там и засиживается. Ну, то есть при значительном увеличении объема прибавка к времяпрепровождению пользователя, ну, всего пара секунд. И топ. Человек, скорее всего, задерживается эти пары секунд, потому что изучает какую-то графику, картинки, может быть, смотрит, перейти ли ему по другим ссылкам. Вот такие вот дела. Что с этим всем делать? Ну, то есть нам говорят, пишите больше, пишите лучше, пишите какие-то интересные научные статьи. Окей, но дело в том, что крупные компании вовсе не заинтересованы в том, чтобы человек засиживался на веб-странице. Почему? Потому что прибыль всех компаний в интернете напрямую связана с темпами потребления этой самой информации. Чем больше пользователь скользит по просторам интернета, чем больше статей он открывает, чем по большим ссылкам с рекламными объявлениями он кликает, тем выше прибыль, конечно, этой же компании. Ну, то есть компания размещает свою рекламу, скажем там, Яндекс.Зен, Пульс, неважно, они размещают рекламу, и чем больше кликов будет по этой рекламе, тем больше прибыль. Так что ни одной компании не выгодно, чтобы человек просто засел за вашей статьей, сидел там несколько часов, изучал ее, рассматривал, выносил какие-то цитаты, потому что рекламные объявления, скажем там, в Яндексе их будет два, в Пульсе может быть чуть побольше, но, тем не менее, это фиксированное количество гораздо выгоднее, если он прочитает эту статью, может быть, на что-то щелкнет, быстренько ее прочитает, перейдет на следующую статью, и будет вот так вот скользить, перескакивать с одного источника информации на другой источник информации, постоянно будет скользить, серфить интернет, и как бы пропорционально этому поведению будет расти и прибыль самой компании, ну, как бы, может быть, и авторов. Но дело в том, что необязательно человек будет засиживаться на одном канале, он, скорее всего, перескочит на другой канал, на другой источник. Исходя из этого, нельзя говорить, что вся прибыль пойдет вам, но прибыль компании однозначно вырастет. В общем, меньше всего компании заинтересованы в том, чтобы человек читал вдумчиво, с расстановкой и медленно. Чем быстрее он скользит по интернету, чем по большему количеству ссылок переходит, тем лучше для компании, которая размещает эти статьи у себя. Ну и что я хочу сказать, многие ругаются, что на подобных площадках типа Яндекс.Зен на Пульс еще пока не так сильно ругаются, какая-то поверхностная, какая-то вот такая вот информация, которая обманывает немного ожидания человека. Но на самом деле это проблема не площадки, это проблема как раз нашего мозга, который как раз ищет в интернете такую информацию. Не будем мы сидеть в интернете и изучать одну какую-то статью пару часов. Нам хочется по-быстренькому, нам хочется пролистать, нам хочется посмотреть, найти что-то новое, забить свой мозг, перегрузить его, так мы устроены. Поиск новизны и естественная потребность человека. А когда перед нами открываются тысячи дорог, а в интернете это именно так и выглядит, одна ссылка, вторая, реклама какая-то, перешел на другой сайт, посидел на этом сайте, перешел опять на тот сайт. Ну то есть мозг заинтересован, ему интересно, выделяется дофамин. И как бы вот этот интернет серфинг, это как раз дофаминовый всплеск. Каждый переход по ссылке, это как раз выброс небольшой дофамина. Мы переходим только потому, что нам хочется получить дофамин. Если там что-то интересное, то есть мы получили свою порцию удовольствия. Нет ничего интересного, окей, серфим дальше. Само содержание статьи, оно не так интересно, как сам процесс. Да, мы пробегаемся по верхам, да, мы цепляем какие-то первые строчки этой статьи, да, мы можем увидеть интересные фотки. Если фотки интересные, там, если текст нас чем-то зацепил, мы можем оставить комментарий, как-то повзаимодействовать. Но основная наша цель не в этом, а именно в серфинге. Так что как жить с этой информацией, решайте сами. Будете ли выкладывать свои силы после этого в серьезные научные длинные статьи, где будете все раскладывать по полочкам. Или так же, будете, может быть, писать на какие-то интересные научные темы, или не очень научные, но так, чтобы просто заинтересовать читателя на некоторый период, там, сколько, 40 секунд, минимальное время на дзен, чтобы превысить это время, и дальше пусть идет куда хочет. А желательно на следующую вашу статью. В любом случае, я считаю, что эта информация довольно ценная, но уж как вы ей распорядитесь, решать вам. А с вами был Кретов, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. На у меня на этом все, до новых встреч, пока!